Вышли мы на Тверскую улицу и направляемся мы к ресторану Грабли. Знаете, мне хочется взять какую-то экскурсию такую, чтобы рассказали вот об этих домах. Есть такая экскурсия в Москве, все узнать вот об этих старинных домах. На Тверской улице, на метро Китай, город, там очень-очень много вот этих вот старинных зданий. Посуды шикарные, да? Красота! Это императорский фарфор здесь. Сколько стоит? Нет, а вон там я вижу... А, сервиз стоит 56 тысяч. Сам сервиз 56 тысяч. А пойдем посмотрим, я так люблю синий сервиз у бабушки, у моей раньше был. Хотела посмотреть. Какой? Ну, не-не-не, я хочу посмотреть подобный. Слушайте, нашла бабушкин сервиз. Как вы сказали, акция. Красивая. Ага. Вы берете третий подарок. Нет, вот оно тут прям, я о нем мечтаю. Вот такой вот сервиз полностью. Ну, так сказать, вот здесь только получается тебе, да, это остались чашки. Я поняла, чашка с блюдцем, 280. Чашка с блюдцем и чашка с блюдцем. Дорогие мои друзья, вот метро это у нас Пушкинская. Ресторан называется Грабли. Это сеть ресторанов по всей Москве. По-моему, еще в каком-то городе есть, помимо Москвы. И это очень интересная сеть. Есть на Хорбатской. В общем, если вы вдруг гости столицы и хотите вкусно перекусить, то зайдите вот в ресторан Грабли, кафе. Вкусно, как дома написано. И не пожалеете. Чек там, ну, мы сейчас с вами посмотрим. Такой среднестатистический. В общем, зашли с Оксаной и растерялись. От такого количества еды. В общем, здесь это как столовая кафе. То есть вы можете здесь брать все, что ваша душа пожелает. Уже все готово. Очень быстро, очень просто. Вы идете с подносом. Супчик. Салатик. Можете взять все, что угодно. Гранатовый чай. Там потом заливаете кипятком. Здесь основа есть. Блинчики. Везде все жарят, парят, пекут. Выпекают. Смотрите, как это все аппетитно выглядит. Ну, встать, выбирать. Выбирай все, что тебе нужно. Вот заготовка. Смотри, чай с лимоном там делают. Тоже такая аппетитная. Сейчас чаечку глотнуть стоит. Вино. Здесь у нас рыба, беточки, баклажаны. Кебаб. 189 рублей. Цена демократичная. Капуста тушеная. В общем, ассортимент. Блюд очень-очень большой. Сейчас мы что-нибудь выберем. А вот здесь для тех, кто замерз, сейчас я догоню, есть вот так вот глинтвейн. Тоже заготовка. Видите, уже там все стоит, приготовлено. Осталось только налить себе сам глинтвейн. Из аппарата. Смотрите, как все аппетитненько. Цены. Оксана, ты сейчас все что, с картошкой что-то выбрала, да? С картошкой, а тут мясо по вкусу. Дошли мы до напитков. Напитки сок томатный, фреш апельсиновый. В общем, в среднем сколько стоит? Сок томатный 160 рублей. Лимонад 179 рублей. Есть пирожные разные. Вот смотрите, десертики такие-таких, только никаких. Абсолютно разных. Есть вот такие вот какие-то штучки к пиву. Пиво бочковое 249 рублей. 349 рублей. Чай разные заготовки. Вот Дикая Роза 200 рублей. В общем, и все рестораны оформлены в каком-то таком своем стиле. Есть что-то, какие-то фрукты. Кофе можно сделать. Фрукты не хочешь, Оксана? В общем, атмосфера ресторанчика, она уютная. Но на Киевской мне понравилось гораздо больше, потому что там как-то пространство побольше между людьми. Здесь тоже точно так же все зеркальное. Там тоже, по-моему, да, было зеркальное все? Здесь вот пространство до следующего стола, очень маленькое. Ложечку, вилочку. Пожалуйста, Оксана. Ложечку, вилочку. В общем, это мой улов. Хочу попробовать сейчас. Глинтвейн. А тут можно вот так снимать. Вот таким вот образом на себя камеру не направлять. Значит, взяла просто обычные простые блины без ничего. Курица здесь. Я так поняла, что это просто куриная отбивная капуста. И горчицу взяла. Вкусно, Оксана? Ну, нормально. Оксана все картошку взяла. Ну, единственное, что хочу сказать, дует спину немного, да? Да. Садись иди сюда. Да ладно? Нет. Как-то так. Ну, а так вот сама атмосфера кафе, она... А, самое главное, чек, 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 чек. Значит, смотрите, на 736 рублей чек. Но, в принципе, если без Глинтвейна, то минус 400 рублей, это 336 рублей. Вот, можно поесть на 336 рублей, вообще отлично. А ты компот какой-то, да, взяла? Да, на кужом. То есть, что первое попробую? Две. Да, даже, не знаю, Глинтвейн сейчас попробую, но я как-то больше курицу хочу. Ну, какой-то. Напиши, на что вы попали. Не очень вкусно, нет? Вкусно. Курица очень нежная. Как бы, это такой самый демократичный вариант, и причем в центре. Ну, вот 320 по 6 рублей, это фактически, ну, сколько, 5 долларов, да? 5 долларов, ну, чуть больше, ну, 6 долларов, да? Да, вообще, попробуйте. Попробуйте поесть, поешьте где-нибудь на 6 долларов в Европе, в центре. Я посмотрю, что найдете вы такой вариант или нет. То есть, мне кажется, у нас все-таки самые демократичные цены. У нас, знаете, такой по выходным получается мурбанк. Знаешь, сейчас такое популярное направление мурбанк. Знаешь? Да, кушаешь на камеру. Да, когда ешь на камеру и о чем-нибудь рассказываешь. Здесь мы с Атаной сидим и рассуждаем вот сейчас в данный момент, что насколько изменилась наша жизнь за последние 100 лет, да? Представляешь, вот в 21-м году, в год был. Да, я не хочу даже сказать, что это все спрашивали. Голод, невозможно было найти работу. Невозможно, ну, то есть, как бы, люди вообще себе, ну, то есть, даже представить себе было невозможно, что, допустим, появится всего лишь через 100 лет такое количество кафе, замок разнообразных. И вот, когда мне люди пишут... Кстати, глинтвейны очень вкусные. И вот я смотрю, здесь смесь для глинтвейна. Здесь какие-то апельсиновая какая-то цедра, гвоздика, лимон и сахар. Мне нравится какой-то стакан оформленный сахар. Нет, про голод. У папы, у папы, у папы, у папы, у дедушки. У дедушки, у родителей в 24-м году от голода. Ну, наши с тобой, у пра-дед, пра-дедушка и пра-бабушка, да. Умерли от голода. То, что сейчас вот такой вот переизбыток, и еще мне многие пишут, что, по-моему, конечно, вы можете себе позволить, а мы не можем позволить. Слушайте, но я думаю, что там 350 рублей каждый может себе позволить. Вы возьмете, купите домой продукт приблизительно на такую же стоимость, сколько здесь вы поедите. Здесь вы получите, во-первых, возможность пообщаться друг с другом, в приятной атмосфере, да. А во-вторых, попробовать что-то новое, необычное для себя, чего вы, допустим, дома, чтобы дома готовить не хотите. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне так вообще глинтвейн зачетный, а Оксана у нас, как всегда, за рулем сок. Компот из кружевника тоже неплохой. Вкусный? Ну, здесь, мне кажется, еще уют добавляют в зеркала. Ну, нет, просто вкусная еда, ничего не могу сказать. Это вкусная. И обратите внимание, как ест Оксана быстро, и как ест Лена. Ну, как работает, то как и есть. Я, кстати, всегда ем это. Всегда, в целом я ем это. С чувством, с толкаем, с восстановкой. А, допустим, мама с Оксаной, они очень быстро употребляют. Еще они раз, 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 два. Вот что значит семья? Я больше на папу похожа, Оксана больше на маму похожа. Я уже все с папой медленно. Я, папа, которая открывает на стол. Да, и я тоже медленно. Не потому что я все делаю медленно. Вот, допустим, муж у меня все делает медленно. А вот есть я быстро, например, не могу. Вчера такой комментарий я прочитала, что, Лена, как вы все успеваете делать? Я хочу сказать, что я тоже точно так же, как и любая обычная женщина, ничего не успеваю. Но я считаю, что если есть такая возможность, хотя бы один раз в неделю нужно давать себе какой-то день для отдыха, понимаете? Ну, хотя бы, я не знаю, 3-4 часа в день у вас должно быть для самого себя. Потому что если вот так вот каждый день чисто вот только работой и вот это вот обычные женские дела, то мне кажется, так можно просто сойти с ума. Но, во всяком случае, для меня. Я такой человек, что для меня нужно постоянно что-то новое. И поэтому вот куда-то выбираться, выходить, даже вот просто на прогулку, не обязательно куда-то ехать, просто на прогулку выйти, походить. Это в любом случае будет какая-то смена обстановки, смена деятельности. А вообще мне очень хорошо помогает муж. То есть как бы вот в то время, пока я отсутствую, мой муж может сделать половину каких-то дел. То есть он может приготовить какие-то легкие блюда, допустим, накормить Ваню, погулять с Ваней. Но вот здесь вот, если муж и жена, то они всегда в паре и каждый друг другу помогают. То есть за это вот ему огромное-огромное спасибо. Но для меня женские дела тоже никто не отменял. То есть вот, допустим, сегодня сходила я за продуктами, прогулялась. Ваня хотел гулять вместе с папой. Сейчас я пришла, я готовлю. Как любая женщина, готовлю. Ну, хотя бы на 2-3 дня ближайших, пока Ваня будет в школе, муж на работе, чтобы обязательно было первое, был борщ. Потом борщ закончится, буду готовить что-то еще. Ну, то есть суп у нас вот есть всегда в обязательном порядке. А второе, по мере необходимости, это какие-то быстрые блюда, рис, гречка, макароны, тоже в том числе. Мясо мы небольшие любители, поэтому мясо у нас бывает редко. Но салат и овощи, зелень, у нас есть всегда. Так, купила Ване ручку, которую он у меня просил, какая есть у его соседки Полины. Ёлки-палки, неужели мы будем потом все время, Вань, покупать все, что есть у твоей соседки? В общем, это гелевая ручка, которая одной стороной пишет, другой стороной стирает. Это тоже гелевая? Да. 230 рублей такая стоит, такое чудо. А, стирает. Реально стирает? Ну, это не значит, что ты должен слово написать и стирать постоянно. Это ты можешь подправить чуть-чуть. Да, Полина так и делает. Полина так и делает? А вам вообще разрешают? У вас же шариковые ручки там везде. Так что, если Полина? Что, Полина? Полина тоже не решит. А если Полина со скалы проняет, ты тоже пронишь? Нет. Я вот это не люблю, что кто-то сделал, и я сделаю так же. Давай посмотрим, что там за конструктор тебе взяла. Ну, давай, посмотри. Какого-то Вани робота купила, чтобы он у меня побольше ручками работал. Собирал что-то. Ваня, а что за робота? Где у тебя ножницы-то? Я не пойму. Ножницы у вас. У вас комната. Ну, иди в комнату сходи. Лень, матушка. Ваня любимая здесь пупырышки. Ему нравятся, знаете. Еще и пленка. И я тоже, кстати, так в детстве делала. Щелкала вот эту пленку. В общем, там много деталей, из которых нужно собрать робот. Это вы сейчас с папой будете заниматься, а мама будет заниматься кухней и варить борщ. Вот, допустим, сейчас у меня закипает мясо. Я всегда убираю вот этот вот верхний слой. Кто-то еще промывает мясо, но у меня оно, в принципе, не такое жирное. У меня говядина для борща. Кто-то любит борщ на свинине. Я не люблю на свинине. Вообще, мы свинину очень редко едим. Пока сейчас я вот это все убираю, я, видите, подготовила, пока у меня мясо закипает, подготовила капусту, картошку, свеклу, перец с морковкой, томатную пасту. Свеклу буду обжаривать. Морковку буду с перцем тоже обжаривать. Сейчас пойду проверю, что там Ваня с Андреем вместе сделали. Я тут старю, занимаюсь с борщом. Ваня уже с папой собрали эту штуку. Там было написано от шести лет. Потом Ваня мне стал утверждать, что там от восьми показал на каком-то сайте. Это их сайт. Их сайт? У них сайт есть? Что это за сайт? Я не знаю. Просто на ютубу. Ну, давай, Надашку попробуй, если он Надашку пойдет. Испугается? Ну, давай, попробуй на полу. Пойдет он или нет. Даша тоже будет за ним. А за счет чего он работает? Там батарейка, что ли, какая-то? Да, батарейка. А там не было написано, что батарейка, кстати. Даша решила ретироваться, да, Даша? Даша, скажи, ну вас. Он сам поднимется. Нет, походу, он не сможет сам поднять. В общем, это мы сегодня заходили в Иридиум, в Леонардо. И там вот такая штука продается. Нам сказали, Ваня, видите, моторику развивать, поэтому я ему, чтобы он побольше руками работал. А собирал в итоге папа, да, Ваня? Да, Ваня? Папа собирал? А ты просто рядом присутствовал. Ну, хотела ему купить металлический конструктор, где крутить надо гайки, болтики, но не было. Наверное, нужно в Ашан сходить посмотреть. Там, кстати, скоро, наверное, должны елки завести. Пойду там, наверное, елку куплю. И заодно конструктор надо будет посмотреть. Что, у него шестеренки крутятся? Вот развлечение для ребенка. Вань, расскажи об открытии, которое мы сегодня с тобой сделали. Иди, покажи на календаре, чем я тебя сегодня обрадовала с утра. Каникулы у Вани с 18 числа. Осталась ему неделю и будет неделю отдыхать. Возьмешь в школу с собой? Нет, он шумит. Почему? Сильно. А, шумит из-за того, что... А на переменки нельзя? Ну, вот такой вот борщик у меня получился. Не быстро. Но я знаю, что еда у нас такая вот основательная еда. На три дня есть. Самый главный у меня гурман, любитель борща. Ваньки, вот у него любовь к супам, к борщам. Борща, если а то обязательно со сметаной. Горячий дуть надо. А он вкусно? Ну, конечно, вкусно. Ну, что ж он будет невкусно. В среднее время приготовления борща это 2-2,5 часа. Потому что мясо проваривается час. Ну, час я варю мясо. И потом еще где-то 40 минут овощи. Ну, пока еще он закипит, где-то минут 20 уходит. В общем, 2 часа. Ну, и, дорогие мои, что я хочу сказать. Огромное спасибо вам за ваши комментарии по мастеру Маргарите. Дело в том, что я не лукавлю. Я действительно, мне Булгаков очень нравится. И нравится его творчество. И я все время... Мне вообще вот нравятся такие писатели, которые затрагивают вот эту вот тему. Знаете, как Гоголь, там тоже все неоднозначно, да? Жизни, смерти, высших сил, добра и зла. То есть вот это вот добро и зло, оно идет в нашем мире рука об руку. И, как мне кажется, все-таки добро в конечном счете побеждает. И мне очень нравится, что мы с вами на одной волне, в большинстве в своем случае, потому что у меня все-таки смотрит моя возрастная группа. И люди чуть-чуть постарше. И большинство, ну, те, кто учились в мое время и ранее, они, разумеется же, немножко другое было воспитание. Сейчас дети, они воспитываются в основном в гаджетах. И книжки, они уже не играют такой роли для них, да, как они играли для нас, потому что у нас не было другого варианта. Мы читали книги. И книг мы читали довольно-таки много. И я в свое время, вот сейчас, за последнее время, я не прочитала, наверное, ни одной книги. Но в свое время я прочитала их великое множество, абсолютно на разные темы. И есть темы, на которые стоит задуматься. То есть, допустим, Вербера я всего прочитала, да, тоже как раз-таки касаемо жизни, смерти, о том, что будет, допустим, после смерти. Разумеется, оттуда никто не возвращался, никто не знает, что там и как. От этого еще более интересно, для чего мы живем, почему мы живем, почему так, а не иначе, почему происходят постоянно по жизни во все времена войны, почему так вообще устроены люди, почему одни постоянно готовы конфликтовать день и ночь, а другие миролюбивые. То есть, это, знаете, как теория возникновения государства, их там великое множество, да, но одна из теорий, это такая теория насилия, теория подчинения, что есть люди, которые рождены властвовать, есть люди, которые рождены подчиняться и так далее, и тому подобное. И мне очень нравится вот именно с вами подискутировать на эту тему. И вот я прям вижу по комментариям, что действительно многие читали, и они понимают, о чем идет речь. То есть, здесь же не просто так, и не все однозначно, и здесь идет у Булгакова сравнение со многими тогда известными личностями. Я, кстати, смотрела несколько передач на эту тему, когда разбирали вот это вот произведение там по каналу Культура, не помню, как называлась передача, но сидели вот разные литературные критики, известные люди там, знаете, филологи, которые действительно разбираются в этой тематике, знают, что было раньше, с кем там идет сравнение, и так далее, и тому подобное. Но вот во что я искренне верю для себя, что это все идет не просто так, что, знаете, вот любые гениальные произведения, они должны родиться. То есть, как бы, они должны выйти вот в этот мир. И просто вот какие-то люди, они являются какими-то такими избранниками свыше, сверху. Ну, знаете, для многих, может быть, сейчас будет непонятно, потому что это вот люди думающие, ищущие, да, вот они меня поймут, то, о чем я сейчас говорю, не хочу углубляться в эту тему. Но вот то, что суждено свыше, да, то есть я не говорю конкретно про кого-то там, да, там есть Иисус Христос, там, допустим, есть разные боги в разных странах, а именно о том, что есть какая-то некая высшая сила, которая побуждает любого человека, думающего и ищущего, найти какой-то свой путь, и если вы можете что-то отдать этому миру, то вы это отдадите. Вот я так считаю, ну, немножко как бы так заковыристо, но те, кто захотят, те меня поймут. Ну, а всем огромное-огромное спасибо за то, что вы были со мной, за то, что вы путешествуете вместе с нами, подсказываете что-то, то, допустим, чего я не знаю, и за, конечно же, ответную реакцию. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, и обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok